Дело в том, что вообще-то я хотел быть художником-станковистом. Я мечтал о таких картинах типа «Бояржи Морозова», «Переход Бояржи Морозова через Альпу» и все такое. Институт Бенирепина был для меня недостижимой мечтой, но я понимал, что поступить туда без всякого образования совершенно невозможно. Поэтому я наметил себе такую цель. Я походил немножко во всякие студии после армии, я поступил на факультет художественного текстиля. И я думал там немножко подготовиться и потом забрать документы и поступить в институт имени Репина. Год у меня прошел в попытках каким-то образом выйти на минимальный уровень художественного образования. Потихоньку я там обрастал всякими связями, всякими знакомствами, начал посещать пятый этаж. Пятый этаж – это факультет монументальной декоративной роскости. И я так увидел, что мне это гораздо ближе, гораздо интереснее, чем институт имени Репина. Я стал готовиться к поступлению именно туда. Вы знаете, дело в том, что этот факультет пользовался очень большим спросом. У него был очень большой престиж. Я могу вам сказать, на 9 мест было подано со всего Советского Союза 350 заявлений. Допустили 90 человек. Вот я последним номером еле-еле прополз. Мои ближайшие друзья и знакомые, не знакомые, конечно, а ближайшие друзья Гусик и Горлицкий, которые кончили Егорный институт, также были одержимы этой мечтой стать художниками-станковистами, писать картины Сипова от Боярли Морозова, там и Сенков-Разин. Они поступили для предварительной подготовки в Таврическое училище. В Таврическом училище они, познакомились с такими преподавателями, художниками, установили с ними контакт очень минимальный, очень непрочный, потому что эти люди не шли на контакт. Занятие изучения чего-либо, что отличалось от ортодоксальной школы, никак не приветствовалось. Более того, это вообще грозило даже просто-напросто отчислением и увольнением с работы, что в конце концов и стучилось. И Дмитриевича и Зайцева отчислили из Таврического училища с работы. Я точно так же. Правда, это мое было и без того такое желание заниматься в Эрмитаже, потому что я решил, что без копирования старых мастеров в этой области никак не продвинуться. Всякое изображение, есть текст многоуровневый, в нем есть многочисленные связи, в нем есть свой язык, и свой язык, он абсолютно невербальный, но тем не менее он поддержит структурирование и формализацию, и без этого никак нельзя продвинуться в этой области. И вот мы этим делом и занимались. До тех пор, пока некоторые черви сомнения не закрались в нас, сперва они очень активно забрались в душу Юрия Александровича Гусева, разрушили его основательно. Ну, я немножко отставал в этом. Дольше всех держался Владимир Кривич Кагардиевский, ну и он тоже. Эти самые черви каким-то образом проникли в его ментальную сущность, но он не успел довести эту разрушительную работу на Третьево до конца. Само название выставки Союза Земли и воды отсылает вообще-то к классическому наследию и к Эрмитажу. Каждый немножечко знакомый и с предысторией, и с историей группы Эрмитаж. Сразу заподолжить здесь вот некоторую перекличку. На всех выставках, у нас было очень много выставок и здесь, и за рубежом, и по отдельности, и группы. И там все время вот этот мотив, что это группа Эрмитаж, что она изучала классическое наследие, что оно прослеживается, оно прослеживается четко, там, то-то, все, и пятое, десятое. Вот я решил отойти от этого, и этот текст, он немножко совсем в другую сторону. Принадлежность к этой самой линии некого изо-структурализма, она может быть прослежена в некоторых работах с самого начального периода. И здесь, по-моему, несколько таких работ есть. Если кто-то скажет, что попытки этого преодоления были недостаточно интенсивны, недостаточно энергичные последствия, он будет совершенно прав. Люди, которые выступали на моих выставках, они начнут именно с этого, что мы здесь прослеживаем совершенно четкое влияние Эрмитажной школы и все остальное впрочем. Но им виднее, наверное, они правы. Значит, я, в самом деле, мои попытки освободиться от влияния были недостаточно энергичные, недостаточно последовательные. Но вот я как мог, значит, старался, во всяком случае. Когда я на втором курсе вечернего текстеля областинского училища ознакомился с деятельностью и с учебным процессом, программами пятого этажа, то есть монументальной живописи, я был захвачен этим, ощерован, и это была моя мечта. Тут же, буквально тут же, я немножко познакомился с советским монументализмом, но это было что-то совсем не то, о чем я мечтал. Сами понимаете, потому что, вот, например, самым лучшим, самым прогрессивным считалась роспись торца около Нарвских ворот. Но это еще ничего. А если сейчас уже уничтожена роспись торца около станции Ланская, тоже, может, помните, да? Но вот это уже было еще хуже. Огромный торец, где, значит, человек держал в руках молнию, да, какое-то электрическое было заведение, и над ним витали орбиты атомов. Вот это был советский монументализм, как он становился тогда. В Москве, может быть, немножко получше с этим делом обстояло. Ведь сидел в том, что в комбинации декоративного прикладного искусства в Рубина Наталистов приходилось делать то, что вам давали, понимаете? Потому что... Ну, мне дали мозаичный портрет Ленина на этим, на локомотивном депо города Карасук на Новосибирской области. Ужас, 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 понимаете? Но, тем не менее, ну вот я и это сделал, да? И выказывал ненависть главного художника Ленинградского художественного фонда. Был такой песец, если... Ну, не знаете, наверное, нет, не знаете. Потому что он был ленинский лауреат, у него был мозаичный портрет, песец Ленина огромный. Ну и вот, и он относился очень ревниво ко всем тем, кто брался за вот такую работу. Ну, я так сразу встал на очень хорошем счету, и мне дали очень престижный и очень шикарнейший заказ Дворец культуры в Барнауле. Вот, там огромное панно, крупнейший завод моторостроительный, дизельно-строительный, который обеспечивал дизелями и весь Советский Союз. А вот после этого мне дали то, от чего бы я не отказался. Это роспись детского садика в Агудзере. Агудзер – это поселок под Схуми, с комбинированными техниками, смолами там, со всякими сказочными и комическими персонажами. Но самое главное, у меня там был заказ – мозаичное дно бассейна. Начались революционные преобразования в нашем обществе, все это рухнуло, а на месте этого детского сада развернулись ожесточеннейшие бои. Если вы помните, именно в этом месте было кровавое месиво. Я вот даже не знаю, там сохранилось все это, нет. Но дело в том, что этот бассейн мне не удалось выполнить. Но это моя лучшая работа. Я вот так сейчас захожу на выставки монументалистов и сравниваю сейчас молодые прогрессивные художники, они никак не выше этой работы. Я хотел преодолеть. Ведь всякое образование – это то, что нужно, особенно художественное образование. Да не только художественное, кстати. Оно, насколько я знаю, в физике точно такое же. Надо преодолеть школу. У меня были знакомые физики, знаете, вот они говорили о том, что очень многие, очень хорошие, очень усидчивые, насчитанные и прочие-прочие студенты, они оставались в рамках не только классической физики, они оставались в рамках уровня школьного учителя. Ну, то же самое относится и к гуманитарному образованию. Если вы послушаете Дмитрия Быкова про его уроки литературы, то вот об этом говорит, что, прошу прощения, училки, да, у меня еще педагогическое образование, кстати, есть, вот. Училки в школах – это что-то, это то, что это тяжелый груз на ногах нашего, всего общества. Так это относится и к художественному образованию. Я довольно быстро заметил, что всякая и неортодоксальная, постклассическая, как ее угодно называют, всякая художественная школа, которая прицепит к себе окончание «изм», обрастает каким-то жестким каркасом положения, установлений, и потом из нее никак не выбраться. На Лисейном была выставка Павла Николаевича Филонова. Это печальное зрелище, понимаете? Дело в том, что эти ученики, они не смогли вырваться и не смогли преодолеть. Нет, там есть некоторые, вот Кондратьев, по-моему, еще несколько, да? А с одним из них я разговаривал. Он говорил так, Павел Николаевич обращался с нами так, вы темные люди, вы ничего не понимаете, слушайте меня и делайте то, что я вам говорю. Вы все равно ничего не поймете, но делайте то, что я вам говорю, и у вас, может быть, что-то получится. Вот буквально, понимаете? Классическая школа, не классическая академическая школа, она, вы знаете, да почти точно так же. Ну, вообще, выставка мне очень нравится, да? Ну, извините, извините, что я так говорю. Я не очень продуцирующий человек, у меня не так много работают. И дело в том, что я по своей ленности очень много работал на пленэре в графике, да? Ну, у вас вот позиция такая, что вы выставляете живопись. Ваша галерея не имела дела с Владимиром Гарлицким. Он сказал, если кто-то скажет, что ты ученик Григория Яковлевича Длуговича, ты откажешься? Я не смог сказать, что нет, я не откажусь. Это не потому, что там какие-то эмоциональные, там еще чего-то из благодарности. Это было бы неправда. Это было бы неправда, потому что сколько не отталкивайся и уходи от чего-то, то, от чего вы уходите, оно значимо для того, куда вы, так сказать, приходите. Многие ученики, ну, немногие, некоторые ученики Григория Яковлевича Длуговича переоценили, пересмотрели, то да сё, они пошли своей дорогой. Но, тем не менее, занятия в Эрмитаже – самая яркая и насыщенная страница их не только творческой биографии, а и жизни. Это было нечто ненормальное, потому что такой интенсивности никто из них и нас, и меня никогда не достигали. В того ли коня корм пошел, это другое дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова